Мрачный рыцарь Облако, а почему ты так рано закрываешь ресторан? А вдруг кто-нибудь захочет поесть? Я не думаю, что кто-нибудь ещё придёт. Ну, а если придёт, тарелку лапши я всегда найду. Последнее время клиентов у нас немного. Так что я думаю, нам можно немного расслабиться и отдохнуть. Облако, как ты оцениваешь мои успехи в кунг-фу? Знаешь, мне что-то послышалось. Мне кажется, что в кунг-фу... Кто-то стучится в дверь? Ужас. Кто это? Прошу вас, помогите мне. Пожалуйста. Что с вами случилось? Помогите. Я умираю от голода. Господин, что с вами? Гром, я думаю, он потерял сознание от голода. Давай сначала затащим его внутрь. Давай. Облако, вот твои овощи. А где мой завтрак? Там, я оставил его на столе, под крышкой. Облако, где мой завтрак? Странно. Я оставил его на этом столе. Лапша действительно очень вкусная. Ты украл мой завтрак. Ты узнаешь, что такое мастер кунг-фу в гневе. Успокойся, Гром, успокойся. Я приготовлю для тебя еще лапшу. Ну уж нет. Стой, мерзавец. От меня не убежишь. Кого это ты назвал мерзавцем? Запомни. Меня зовут Мрачный Рыцарь. Мрачный Рыцарь? Ничего от рыцаря я в тебе не вижу. А ты неплохо двигаешься. Вот тебя. Хватит, прекратите. Нам надо делом заниматься. Делом? Хотите увеличить уровень продаж вашей лапши? Кстати, я большой специалист в этой области. Иди сюда, Мрачный Рыцарь. Верни мне мой завтрак. Мрачный Рыцарь. А ты правда знаешь, как привлечь клиентов? Конечно, знаю. В конце концов, я же сбежал не откуда-нибудь, а из большой... из большого города. Я много путешествовал. У меня большой опыт в бизнесе. И в увеличении уровня продаж я крупный специалист. Тогда ты должен мне помочь. Я предлагаю сделку. Вы назначаете меня ПСД? ПСД? Председателем Совета Директоров. Я предлагаю вот что. Я стану вашим председателем. Конечно, облако, как и прежде, будет главным. Но как управлять рестораном, буду решать я. А ты, Гром, будешь работать под моим руководством и подчиняться непосредственно мне. Я? Да, я... Гром, внимание! Смирно, выше голову, желуд втянуть, выпрямиться. Неплохо. А теперь займись вот этим. Что? Что это за картинка? Это самый эффективный способ рекламы. И займись уже делом. Мне кажется, я это где-то уже видел. За что ты понимаешь? Эта идея захватила самые большие рестораны города. Униформа – это часть моего плана по созданию новой концепции ресторана. Концепция ресторана? Я превращу забегаловку облака в самый известный и популярный ресторан в городе. Гром, что это на тебе сегодня? Посмотрите на него. Смирно! Смирно! Стоять прямо! Голова вверх! Живот втянуть! Плечи опустить! И в следующий раз постарайтесь сделать всё побыстрее! Надеть униформу! А теперь рассчитайся! Первый! Второй! Третий! Я есть хочу! Тихо! Вы должны молчать, пока к вам не обратятся. С того момента, как вы пересекли порог заведения, вы принадлежите мне! Понятно? Эй, ты там! Кто сказал, что ты можешь сесть? Вы можете сесть, только когда я разрешу! Очень интересно! Мне кажется, это чересчур! Когда едите, сосредоточьтесь на еде! И без разговорчиков! Облако мне ещё порцию лапши! Заткнись! Кто разрешил тебе разговаривать? Во время еды разговаривать запрещено! И смотреть можно только в тарелку! Что? Ресторан облака превратился в сплошной кошмар! Я лучше пойду с кем пиццу! Всё отсюда надо валить! Слушай, ты всех клиентов распугал! Заткнись! Иди раскатывай лапшу! Смирно! Это его новая бизнес-модель распугала всех посетителей! Здравствуй, облако! Привет, трюфель! Это трюфель! Я всегда пику для него плюшки с бобами! А кто тебе разрешил принимать посетителей? Что? Посетителей нельзя? А что здесь происходит? А как же мне общаться со своими клиентами? Хорошо, даю тебе одну минуту! Всего одну минуту? Или 30 секунд, выбирай сам! Хорошо, минуту! Облако! Вот фрукты в сахаре, угощайся! Ну, что ещё? Время вышло! Фрукты в сахаре! Это мои фрукты! Как вкусно пахнет! Ты плохой! Трюфель! Как ты можешь брать угощение у ребёнка? Гроб! Привет, Ласка! Как дела? Я только выучила новые комплексы упражнений! А вы кто? Извините, пожалуйста! Отойдите в сторонку! Даю вам одну минуту на всё! Я покажу тебе эти движения! Это потрясающе! Извините, но ваше время истекло! Ах ты! Что здесь происходит? Ты не разрешаешь ему разговаривать с друзьями? Ласка! 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 Не-е-е! Не-е-е! Хм! Гром, ты куда пошёл? Облака! Я... Я вот что хочу сказать! Я больше не могу терпеть эту дурацкую бизнес-модель! И эти новые правила мне тоже совсем не нравятся! Я решил отдохнуть! Схожу к защитнику, это рядом! Крестно говоря, я тоже на пределе! Можно я тоже с тобой прогуляюсь? Ты тоже хочешь пойти? Давай! Идём! Пошли! Облака! Он заснул! Пошли! Идём! Пока, вонючая кошка! Гром, что такое? Выход забаррикадирован! Что? И кто это сделал? Куда это вы двое собрались, а? Мрачный рыцарь! Я надёжно перекрыл выход, правда? Мрачный рыцарь! А зачем ты выход перекрыл? Я уже очень давно... ...со времён побега... ...понял, что могу спокойно спать... ...только при условии, что все входы-выходы... ...перекрыты! Со времён побега? Побега откуда? Чёрт! Я не так выразился! Я говорю о новой концепции ресторана! И не надо передёргивать! Вы не так поняли? И это форма! Кто разрешил вам водить посетителей? Посетителей? Может, он сбежавший преступник? Надо кое-что проверить! Мрачный рыцарь! Смирно! Есть! А теперь отвечай! За что тебя посадили? Я попался на кражу в магазине в центре города! Меня приговорили к одному году и... О, нет! Как я понимаю, мы имеем дело со сбежавшим преступником! Тебе пора вернуться туда, откуда ты пришёл, дружок! Стой! Стой, где стоишь, не с места! Только не надо отправлять меня обратно в тюрьму! Какой чудесный день! Странник, я пошла за покупками! Следи за рестораном, пока меня нет! Слушаюсь и помянусь, господа! Обещаю, я вас не подведу! Приятной прогулки, до встречи, милая! Ладно, пока! До свидания, хороших покупок! Ура! Я свободная обезьяна! Единицы – это символ одиночества! А самое отвратительное – это пить в одиночку! Пойду, зайду к страннику! Роб, я здесь! Кто это меня зовёт? Ты кто? Ты похож на моего друга-странника! Гром, посмотри на меня! Я и есть странник! Я знаю, что это ты! Я просто пошутил! Пойдём лучше выпьем! Отличная идея! Тень уехала, и весь ресторан в моём полном распоряжении! Вот и хорошо! Давай, идём! Зайдём внутрь, выпьем по стаканчику! Да, да! Какие у нас планы? Давайте попросим странника с нами поиграть! Мы уже давно с ним не играли! Тогда пошли к тени! Да, пошли! За наше здоровье! Пей до дна! За нас! Пойду принесу что-нибудь поесть! Гром, давай сначала допьём! Странник, привет! Кто это меня зовёт? Мы сегодня не работаем! Приходите завтра! Мы хотим, чтобы ты с нами поиграл! А, это детишки! И что вы надумали? Мы хотим поиграть с тобой в пятнашки, странник! Давайте! Чур, я вожу первый! Ладно, давай! Я здесь, поймай меня! Меня не поймаешь? Вы легко сдаётесь! Так мне интересно! Я с вами больше играть не буду! День удался! И домой я вернулась раньше, чем думала! Интересно, как себя вёл странник? Ой, нет! Ребята! Тень возвращается! Что? Что? Уже возвращается? Она меня убьёт, когда увидит, во что превратилось её заведение! Что же делать? Что делать? Лу, хочешь, я научу тебя гимнастическим упражнениям? Давай! Брэда! Брэд, Трюфель? Вы, кажется, хотели научиться фокусом! Я научу вас, только помогите мне здесь прибраться до прихода тени! Я вас научу бесплатно! Согласны? Согласны! Трюфель! Что ты делаешь? Трюфель! Трюфель, послушай, здесь твоя помощь не нужна! Лучше иди, задержи тень, сколько можешь! Главное, чтобы она зашла сюда как можно позднее! Ты меня понял? Иди! Скорее! Скорее, Трюфель! Трюфель, Трюфель, давай быстрее! Я вернулась! Она уже у дверей! Трюфель, я тебе помогу! Трюфель? Ты что здесь лежишь? Просто так! О, эти дети! Идём! Я угощу тебя конфеткой! Нет, я не хочу! Трюфель, что всё это значит? Да, я пройду внутрь! Извините, но пройти вы не можете! Я не смогу принести тебе конфету, если не войду! Это невозможно! Да что такое? Что ещё выдумала эта обезьяна? Ничего! Там внутри всё в порядке! Странник! Подожди! Мы не ждали тебя так рано! С каких это пор ты так рьяно взялся за дело? Ты что-нибудь натворил? Тень! Я всегда работал рьяно! Посмотри на пол, на стойку! Только я, странник, мог их так чисто вымыть! Странник, ты молодец! Я люблю прибираться! И умею это делать! В этом нет ничего сложного! Чем это пахнет? Какими-то грязными носками! Здесь так много мух! Странник, что ты делаешь? Мух распугиваю! В нашем заведении должна быть идеальная чистота! С этим я согласна! Можешь продолжать осмотр! Ты ещё не закончила! Странник, что ты задумал? Я просто хочу показать, какой я хороший работник! А всё потому, что я каждый день делаю упражнения! Глупая ты обезьяна! Брат! Это посуда, которую ты спрятал за дверью! Кень, иди сюда, быстрей! Посмотри на это облако! Оно похоже на спагетти! Правда? Потому что если ты врёшь, то за этот месяц я тебе не заплачу! Вот, посмотри! Очень красиво! Не похоже на облако! Оно похоже на бочонок с вином! Ты права, на бочонок! Теперь оно похоже на бочонок! Итак, день, что скажешь? Всё блестит! Всё переливается! Неплохо! Молодец! Странник, что с тобой? Всё нормально, просто устал немного после уборки! И как это я здесь уснул? Странник! Продолжим наше застолье! Гром, тебе туда идти нельзя! Нет! Пошли туда! Он сейчас упадёт! Хорошо, что он лицо не разбил! Смотри, так чисто здесь никогда не было! Мне нравится, Странник! Ты на славу потрудился! Спасибо, я люблю свою работу! Для меня это всё равно, что пить вино! Странник! Давай ещё! По стаканчику! По стаканчику! Гром? Тиня, ты ещё не всё успела осмотреть! Странник, ты слышал, тебя Гром зовёт! Клиентам надо относиться с уважением! Гром, сейчас я иду! Тиня, тебе лучше не заходить сюда! Гром, а что ты делаешь у меня на складе? Ну, знаешь, мне в зале душно! Я решил немного прогуляться! Да, тогда... Тиня, не надо его беспокоить! Может, продолжим осмотр? Мне здесь так хорошо! Ладно, Гром, наслаждайся свежим воздухом! Если что-нибудь понадобится, позовёшь! Странник, давай продолжим! Мне кажется, я больше не могу! Я тоже! Что за шум? Тень! Странник! Триофель, ты не можешь помедленнее? Подожди меня! Я чувствую запах засахаренных фруктов! А почему я ничего не чувствую? Триофель, ты думаешь только о сладостях! Смотрите, засахаренные фрукты! Я же говорил! Засахаренные фрукты! Как вкусно! Я тоже хочу! Сладкие! Вкусные! Какие сладкие! Они шевелятся! Куда вы за сахаренные фрукты? Я вас всё равно поймаю! Они живые и шевелятся! Конечно, я живой! Ой, это ёжик! Это всего лишь ёжик! В природе засахаренных фруктов не существует! А мои вы забрать не можете! Это моя еда! Какой он злюка, Брэд! Мы не виноваты! Ты стоял здесь и был похож на растение! Мы же не знали, что ты не растение! А что, если я в дурном настроении и не расположен к разговорам? Подожди! А почему ты в дурном настроении? Потому что мы не заплатили за фрукты! Скажи нам, ёжик, почему? Да скажи! Ой, колется! Трёфель, ты как? Держитесь от меня подальше! Оставьте меня в покое! Это же мне досталось! Так чего же он такой грустный? Это ты виноват! Ты! Надо его догнать! Почему я виноват? Не надо на меня так смотреть! Стой! Опять вы! Не уходи! Что вам от меня нужно? Слушай, раз ты разрешил мне попробовать твои засахаренные фрукты, значит, мы друзья... Да кто захочет с вами дружить? Ёжик, меня зовут Лу! Давай с тобой дружить! Эй, ты! Не подходи ко мне! Я не хочу ни с кем дружить! Но... Если вы не уйдёте, я всех вас уколю! Какие замечательные сладости! Ты их сам сделал? Конечно, сам! У того, кто сделал такие чудесные фрукты, должен быть хороший нрав! А если у тебя хороший нрав, зачем тебе притворяться плохим? Правда? Эй, что ты делаешь? Ёжик, у тебя столько иголок, я думаю, тебя никто никогда не обижает! Но я... Ёжик, а тебя как зовут? Её зовут Лу, а меня Брэд, а меня Трюфель, а тебя как? Я... Меня зовут Понпон! Привет, Понпон! Ты сказал, что у тебя плохое настроение! Почему? Потому что я весь в иголках, и никто не решается не то, что обнять, даже близко подойти ко мне! Все мои друзья меня избегают, а самое страшное, что я даже не могу обнять свою маму! Ах, вот оно в чём дело! Бедный маленький Понпон! У меня кожа толстая! Я твоих иголок не боюсь! Иди сюда! О, нет! Что? И всё? Я-то думал, вы пришли ко мне, чтобы я помог вам нарисовать шедевр, а вы хотите, чтобы я просто его обнял! Давай я обниму тебя! Господин художник, нет! Ничего страшного! Я сдаваться не намерен! Мы сделаем так, что его можно будет обнимать! Вот так! Давайте ещё кое-что наденем! А теперь давай обнимемся! Смола, ты уверен, что другого выхода нет? Дайте подумать! Попон, не плачь! Если ты будешь плакать, я тоже расплачусь! Может, кто-нибудь ещё нам поможет? Мне нужно время! Жаль, пока ничего в голову не приходит! То есть тебе нужно, чтобы тебя просто обняли? Это легко! Отличное вино! Странник! Очень крепкое вино! Надо вымочить в нём помпона! И тогда его иголки... Тогда его иголки... Что его иголки... Станут мягкими и пушистыми! Помпон, иди сюда! Как ты себя чувствуешь, Помпон? Мне кажется, иголки становятся мягче! Тогда посиди там ещё! Помпон! А теперь ты как себя чувствуешь? Он пьяный! Обнимите меня! Обнимите! Осторожно! Помпон, зачем ты вылез? Обнимите меня! Он же просто отмокал там, правильно? Обнимите меня! Давай обнимемся! Мои руки! Как колются! Мои руки! Обнимите меня! Помогите! Обнимите меня! Помогите! Ну, пожалуйста! Прошу вас, не уходите! Я так рад, что встретил вас! Я буду скучать! Очень скучать! И мы тоже будем по тебе скучать! Вот! Возьмите засахаренные фрукты! Угощайтесь! Спасибо! До свидания! До свидания! Ещё увидимся! Помпон! Бедный маленький Помпон! Интересно, исполнится ли когда-нибудь его желание? Помогите! Помогите! На помощь! На помощь! Что такое, мэр Эпсилон? Помогите! Мой воздушный шар меня не слушается! Господин Эпсилон в большой опасности! Быстрее! Господин Эпсилон! Помогите! На помощь! Господин Эпсилон! Кто-нибудь! Помогите! Хай-я-я-я-я! Хай-я-я-я-я-я-я! Смотрите! Помпон! Помогите! Помогите! Помпон спас его! Смешно! А-а-а! Помпон! Господин Эпсилон! Господин Эпсилон! Помпон! Господин Эпсилон, с вами всё в порядке. Всё нормально. Хорошо. Брэд, как он там? Помпон! Помпон! Проснись! Помпон! Проснись! Его надо немедленно отнести к чародею. Брэд, Лу, Трюфель, бегите к чародею и скажите, чтобы готовился к нашему прибытию. Скажите, что это срочно. Помпон? Всё будет хорошо. Ты главное держись, слышишь? Если бы не помпон, меня бы отнесло в Атлантический океан. Спасибо тебе, помпон. Ты спас мне жизнь. Эпсилон, тебе-то хорошо с такой чешуёй дракона. Никакой помпон не страшен. Конечно. Трюфель, Брэд, Лу, вот что я придумал. Я сделал эту пару железных перчаток. В них можно совершенно спокойно обнимать ёжика. Ура! Теперь мы сможем обнимать пум-пуна! Здорово! Не просто посох Это моё! Нет, моё! Отдай! Да я же! Ребята, я нашёл кое-что интересное. Давай посмотрим. И что это такое? Это кто-то что-то несёт, смотрите. Там два больших следа и один маленький. Я думаю, это какая-то машина на трёх ногах. Брэд, что скажешь? Я что-то слышал о ворах. А ещё он вламывается в дома при помощи палки. Надо сказать об этом полицейскому. Подождите, давайте сначала выследим, где он живёт. Трюфель, зачем? Это могут быть настоящие преступники. Пойдём вместе с ним. Трюфель, подожди нас! Как приятно прогуляться после обеда. Следы опрываются здесь. Смотрите, вот он! Я устал. Сяду, отдохну. Смотрите, у него третья нога деревянная. Раньше в молодости я ходил так быстро, как будто летал. Он умеет летать! А теперь я старый и больной. Я не могу долго ходить. Приходится отдыхать. Старость и радость. Я уверен, это тот вор, которого мы ищем. Я тоже так думаю. Брэд, я боюсь! Не бойся, Лу. Мы тебя в обиду не дадим. Да, Трюфель? Трюфель! Трюфель! Куда он ушёл? Трюфель, ты куда? Смотрите, я забрал его палку! Тихо! Смотри, не разбуди его! Я заткнул ему уши за сахаренными фруктами. Он не слышит. А это что такое? Это какое-то оружие? Очень похоже! Вряд ли это оружие. Недостаточно твёрдое. Может, это для массажа? Для массажа? Наверное. Я так думаю. Помните, как он шёл? Вот так. Смотрите. Он весь трясся при ходьбе, как будто делал массаж. Думаю, эта палка имеет отношение к нашему мэру Эпсилону. Смотрите, на что похоже. На голову дракона. А кто у нас Эпсилон? Дракон. Вот именно. Дракон? Трюфель, подожди! Насколько я могу судить, этот человек – мой горячий поклонник. Поклонник? Да. Он меня так обожает, что даже сделал миниатюрную деревянную фигурку с моим изображением, который чешет себе спину. Чешет спину головой дракона? Я хочу попробовать, дай мне. И я хочу. Я первый просил. А я нашёл её. Отдай! Я первый. Нет, я! Отдай! Слушайте, я девочка, а дам вам надо уступать. Я первая попробую. Если отберёшь её у меня. Массаж головой дракона. Давайте я почешу вам спину, господин Эпсилон. Как интересно! Здорово! Просто отлично получается! Теперь моя очередь. Хватит! Господин Эпсилон! Это не чесалка для спины. Не чесалка? Вы видели когда-нибудь, чтобы чесалка наносила увечья? Тогда что же это? Это не простая чесалка. Это настоящее оружие. Оружие? Правильно сделали, что пришли ко мне. Скажу вам, это прекрасное оружие. Так это оружие? Да. Это легендарный посох дракона. Посох дракона? А почему я о нём ничего не слышал? Эта палка очень твёрдая и ничем не сломать. А сейчас я покажу вам, на что она способна. Смотрите внимательно! Что? Этого не может быть. Невероятно. Значит... Эпсилон, мне срочно нужно сделать одно дело. Пока. До встречи. Что это вы здесь собрались? Гром, это лекарственные растения, которые тебе дал чародей? Лекарственные растения? Это не просто посох. Это очень редкое лекарственное растение. Ему тысяча лет. И оно называется голова дракона. Доктор Чародеевый гений. Вы с первого взгляда распознали такое редкое растение. Это нормально. Дело житейское. Но я не понимаю, зачем вору понадобилось лекарственное растение? Ну, его используют в основном при лечении горла. При лечении горла? А ещё оно лечит от укуса змеи. Наверное, что его укусила змея. Логично. Кости так болят, что даже лежать долго на одном месте не могу. А где же моя палка? Где она? Я должна быть в боевой готовности, потому что преступники всегда появляются неожиданно. Кто-нибудь? У меня появилась работа. Прошу вас, помогите. Мне нужна помощь. Помогите мне, пожалуйста. Чем могу вам помочь? А вы кто? Я блюститель порядка этого города. Меня зовут Ласка. Вы хотите заявить о преступлении? О какой помощи идёт речь? Кто-то украл мою трость. Понятно. Спасибо, что заявили о преступлении. Заявил? Да. А теперь мне потребуется ваша помощь в расследовании. Скорее за мной. Я думаю начать расследование на месте преступления. Пустите меня. Пустите. Чародей, ты сказал, что голова дракона пахнет. А почему я не чувствую никакого запаха? Этому растению тысячи лет и всё сразу. Его надо долго варить на медленном огне. Ты говоришь о нём как о тушеном мясе. А я всё равно не чувствую никакого запаха. Кроме запаха деревяшки. Терпение. Нужно туда кое-что добавить. Ух ты! Скоро наш родной город прославится как место, где пахнет тысячелетним лекарственным растением голова дракона. Не волнуйтесь, пожалуйста. Я обещаю, что найду вашу трость. Спасибо. Вот она. Вот она, моя пропавшая трость. Я нашёл свою трость. Идём. Вот эта добавка. Совсем чуть-чуть. Я перепутал свою добавку с серой. Голова дракона. Она наша. Моя трость. Осторожно! Это всего лишь трость. Ребята, вам надо почаще гулять. Художники Джан Гадзин, Пэн Сянтун, Люй Туань и другие. Композитор Ли Ле. На русский язык фильм озвучен по заказу компании Централ Партнершип в 2011 году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голова Её пdevelop Да отлично. Художник Шаш Художник Туш East Художник ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА